Любовь к Родине – это прежде всего любовь к своему дому. Это, наверное, самое основное звено, в которое ты вкладываешь свою душу, независимо от каких-то политических предпочтений или чего-то еще, от идеологии и всего остального. Но вид из окна формирует, наверное, гораздо больше в человеке, чем ему думается. Именно в детстве закладывается определенная житейская мудрость и любовь к жизни. Ее сложно привить извне, потому что это всегда будет некоторая фальш, попытка себя обмануть. Именно любовь к тому, что ты видишь, формирует все дальнейшие отношения с своим народом, страной и прочими вещами. Все остальное фальш – это как пластилин, прилепленный на стену, да? Вот возьму его сейчас, прилеплю, например, какой-нибудь странный кусочек, да? И что будет, да? Он всегда будет здесь торчать, но он не будет стеной. Это будет всего лишь попыткой обмануть себя. Поэтому все эти уроки с идеологическим уклоном, они не принесут успеха никому. Это так и останется фальш. Все начинается с любви к дому, но человек-то сегодня даже не может себя как-то найти в этом доме. Все слишком зыбко. Поэтому никакой любви к родне мы не можем воспитать, да? Все эти пафосные выкрики чаще всего просто власть толпы над отдельно взятым существом. Он очарован этой силой, и ему тоже хочется быть похожим на толпу. Но не более того. Даже не важно, причем из чего эта толпа состоит, да? Стая волков или стая шакалов. Все одно и то же. Не имеет значения. Просто потому, что быть человеком в этой толпе оставаться не под силу никому. Любовь к родне – это тихая любовь. Я бы сказал, такая безмятежная, да? Иллюзия радости и спокойствия. А дуванчики за окном. Камни на дороге. Что-то радостное, что наполняет душу. А все остальное – это ложь. А где ложь, там и дьявол. Правда-то вот оно. Правда в том, что жизнь красива. По-настоящему. Уж сколько я ее рассматривал за свою жизнь. Такой каламбур забавный, да? Сколько я к ней приглядывался и всегда находил в ней красоту. Даже в своих уродливых каких-то формах она все равно достаточно красива. Жизнь для человека – это постоянное творчество, это постоянное развитие в себе. Все эти разговоры о Боге, который прекратил свое творение и где-то там почел, это всего лишь я бы сказал какое-то никуда не ведущее состояние. Совершенность всегда совершенствует в себе постоянно. А не полагается на то, что он когда-то смог создать что-то, что показалось ему совершенно. И на этом остановиться нет. Мир развивается. Мир становится все более и более развитым. Несмотря на все усилия дикарей, вчерашних обезьян, его не извести в бездну. Вот смотрите, да. Я когда начинал работу над домом, всегда опирался на два своих любимых состояния, да. хай-тек и лофт. Лофт это нечто, что возникло в результате финансовой катастрофы, когда буржуазия была вынуждена покинуть свои роскошные дома и сидится в общем-то где попало, да, в изгнании, в финансовом изгнании. При этом она уносила с собой самое дорогое туда какие-то промышленные помещения, мебель, антикварную и прочие радости буржуазной жизни. И все это соседствовало с трубами, стенами из грубых материалов и огромными пространствами. А хай-тек, хай-тек это в общем-то движение мысли навстречу будущему. И без него тоже никак нельзя, да, нужно все-таки быть человеком современным и цивилизованным. Поэтому я опираюсь на такие решения тоже, вся вот эта техника это максимально энергоэффективная техника. Класс А2, А3 плюс и так далее. Потому что современные решения они все-таки требуют энергии, а энергия должна экономиться. Она должна экономиться. Вот вчера я разжился чудной вещью, которую сейчас восстанавливаю. Не то, чтобы она плохо сохранилась или была повреждена, но каждая вещь требует заботы и любви. видите, эта замечательная вещь подойдет как раз к вот этим двумеющимся стеллажам из одной коллекции. Да, пришлось немножко побегать, да. Эту часть я уже восстановил большую, а теперь вот сейчас займусь вот этой. Она постояла на улице и нужно ее немножечко привести в чувство. так вот, да, пришлось побегать. Я ненавижу этот московский пафос, когда назначается цена, откуда-то с облаков, и не хочешь не покупай, когда за такую вещь просят там тысяч восемнадцать двадцать, не хочется покупать совсем. Это московский снобизм, это опять же обезьянье что-то в человеке, да, дикарское, ничтожно, никчемное. А проехав пару сотен километров, я нашел вещь вот эту вот в прекрасном состоянии всего за десять тысяч. А когда познакомилась с хозяйкой, она дала вообще за восемь. Так что иногда стоит приложить усилия, чтобы избавиться от этого налета гадко снобизма. Дескать, мы тут что-то определяем и поэтому будь добр соответствуем нашим представлениям о прекрасном. Всегда тошнит взаимосвязь прекрасного и денег. От нее тошнит, от нее выворачивает наизнанку. дикари опошли и красоту и деньги своим гадким варварским духом. Уничтожили все. И уповают еще на страшный суд. Да, на страшный суд будет касаться только их самих. Я вот, например, никуда идти не собираюсь. Ни на какой страшный суд. меня вообще все это мало заботит. Потому что месть наверное один из самых никчемных мотивов в этом мире. Да, она есть. Да, она дает некоторое ощущение справедливости что ли. Справедливости сотворенной своими руками. То есть, как бы сказать побыть на минутку Богом. Действительно это возвышает наверное, да. Придает какой-то даже не знаю как это поопределить, да. Смыслом это назвать сложно, но придает какое-то внутреннее чувство чего-то великого, да. Вся проблема в том, что человек на больше не способен ненавидеть и мстить, завидовать и эту зависть проецировать на других и поэтому это его единственный мотив чаще всего. Он не может развиваться потому, что он обезьяноподобен. Я говорю не про всех, конечно, а про тех, кто должен бы посмотреть зеркалом наконец-то увидит себя. У людей, нормальных, у людей, которые сохранили в себе то, что называется образом Божиим, с этим как раз все иначе. Они развиваются творчески, им не нужны какие-то дополнительные действия, чтобы преображать этот мир к лучшему. Как говорится, им не нужно покупать хороший манер, они у них в крови. Опрочем, дикарям, да, действительно, приходится постоянно оправдаться отсутствие каких-то правильных манер. За какую-то неловкость обладания часто огромными состояниями. В принципе, я никогда не видел Иисуса рядом с теми, кто владеет огромным состоянием. Среди других, да, видел, не раз, не два, не пять, не десять. Много-много раз видел его. И ее видел тоже. Жизнь, которая скрывает свое лицо от тех, кто сейчас находится в мире. Этот лик прекрасен и абсолютно гармоничен. Это и есть воплощенная красота. Дикарям она недоступна и не будет никогда доступна. Они будут упираться в какие-то внешние формы, пытаться что-то скопировать и назвать это Богом. Золотые купола, большие колокола, прочие какие-то изыскки, которые не несут себе ничего. Единственное Божие дело, которое я познал в этом мире, это забота о других. Реальная забота. Но сегодня даже это мне недоступно. Я нахожусь в некотором изгнании разлучения с теми, с кем провел почти два десятилетия. жалей об этом нет нисколько. Я иду дальше. Учусь восстанавливать красоту всеми доступными мне способами. А дикари, дикари упирают на что, да? на какие-то цифры, на какие-то красивые слова и отчеты, которыми они хотят показать Богу, что они ему верны. Но это же все фальшь. Это все фальшь. Бог-то он не в этом. И страшный суд для них, да, очевиден, да, потому что они-то знают, где они сотворили зло, разлучив человека с жизнью его. Разлучив человека с его упованием, надеждами и прочими вещами. И поэтому страшный суд, да, для них действительно есть. Но для нас, для людей влюбленных в жизни его нет. Мы идем дальше. Мы идем мимо. Нам не по пути с ними. Мотив наш не месть, мотив наш жизнь. И мы любим, да, через свои какие-то увлечения, может быть, весьма простые, да, и незамысловатые. Вот, например, да, недавно нашел такую красоту, это диск на золоте, да, Джо Джи Ви Дивижн. Ян Кертис, это его единственный фактически нормальный альбом. Он слишком быстро ушел жизнь жизни. И в золоте, да, какая красота. 79 год, в общем-то, прекрасен и до ныне. Хорошая музыка, она все-таки не пропадает в небытие. Она остается, как некоторое свидетельство, некоторое свидетельство об озарении человека свыше. Магия. И день становится интересным и прекрасным. И солнце светит жарче и веселее. небытие. и небо становится ближе с каждым днем. небытие. 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 Продолжение следует...